Выходите, пожалуйста. А если не выйду, то что будет? Мы будем вызывать ГБР. Вот вызывайте ГБР. Мне говорят, что машина подорожала. Ну, кто непосредственно от компании Нипанкарс принимал денежные средства? Сотрудники, получается. Всегда мне так говорят, что я начинаю неправильно, некорректно. Спрашиваю, где деньги, некорректно. Выходите, пожалуйста, я спрашиваю. Вам отказано. Вы деньги получали? Ну, надо поднимать этот вопрос. Почему не на расчетный счет, а под какую-то квитанцию? Это уже давным-давно запрещено законом. Как мне попросили, я сделал. Пройду вам откладена. Да вы что? Представьтесь, вы что? Автомобиль в срок не был поставлен. Ну, поправлю через пить. Нормально. Вы же снимаете, давайте попробуем. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. А нам нужна компания «Нипанкарс». Нипанкарс, они съехали. Съехали? А когда давно? Ну, где-то 15-го. В смысле, января вот этого месяца. Ага. Куда, чего? Не заинтересовались. Не оставляйте. То есть вывезли всю мебель, все? Да, конечно. Контактов не оставили. Не знаете, да? Ну, их как бы нету точно, да? Нету, нету. Ясно. Ладно, спасибо. Нету. Так. Ну, вы же проходили, да? Да, я проходил. И там нету их все равно? Нету. Даже вывески нету, и номера вывески тоже нету. А было, да, до этого? Было, все было. А, ну, значит, действительно, съехали. Самого начала. Что там у нас произошло? Я обратился в компанию Нипл Анкарса, чтобы приобрести новый автомобиль. Обговорил время и день. Приехал в офис. Все обсудили. Цвет колеса комплектация. Договор заключили. Проходит 10 дней, а от них ни звонка, как бы ничего нет. Я приезжаю в офис для понимания, что происходит. В итоге выясняется, что мой менеджер, он куда-то уехал, и об этом никому не сказал. Далее мне этот же менеджер Глеб присылает фотографию автомобиля, якобы машину подобрали, все хорошо. Машина из Китая? Да, из Китая машина, да. Я заново приезжаю в офис для того, чтобы там подписать еще документы. В итоге я понял, что этой машины нет, потому что фотография этой машины, которую мне отправили на почту, была взята просто с интернета. А оплата происходила? То есть сначала вы подписали договор, заплатили аванс в 100 тысяч рублей, да? Да, да. А вот основную часть, большую, вы когда вынесли? Когда вам фотографию эту показали? Нет. Когда фотографию мне выслали, я понял, что этой машины нет. Далее я связался с руководителем московского офиса с Константином, на что он был как бы удивлен, почему так и так далее. И мне дали другого менеджера, Тимофея. Он мне машину подобрал, все как бы устраивало, кроме начинки. Начинку он так и не показал, именно комплектации. Вот. Но фото, видео он мне предоставил, меня все устроило, выставляют мне инвойс уже на стоимость машины, там около 2 миллионов. Я это все оплачиваю и жду машину. Оплачивали кому? Константином. Тоже Константином? То есть вот здесь в офисе? Да, в офисе. Наличными, да? Да, да. Вот. Проходит потом еще месяц, машины нет. Проходит второй месяц, машины нет. На мои запросы отвечали крайне редко. Даже, в принципе, не отвечали. В итоге выясняется, что его и не было, этой машины. А все эти фотографии, видеоотчеты, они были взяты как бы, ну, со старого архива, скажем так. То есть они брали вам, то есть вам старые фотографии просто скидывали? Даже было такое, что мне фотографию отсылали машины 2020 года, как бы, да, старая модель, мне она вообще была не нужна. Вот. В итоге машину подобрали, машина приехала в Казахстан и мне говорят, что машина подорожала на 300 тысяч рублей. Хотя в договоре пункта 2.8 четко написано, сколько машина стоит. На мой вопрос, почему подорожала? Мы так хотим, хотим больше денег. А машина точно в Казахстан приехала или это только со слов? Со слов. Со слов? Да. То есть они показали вам? В машине по сей день его нет. А якобы она есть. Так они вам показали какие-то с аукциона что-то там? Ничего, абсолютно ничего. То есть просто вам сказали, что машина есть, поехала в Казахстан и вы доплачиваете? Да. На мой вопрос, почему вы хотите больше денег? Просто хотим. Вот и все. А то, что в договоре указана сумма и то, что я все пункты выполнил как бы без просвочек, это их не удивляет. Это как бы с моей стороны хорошо, а с их стороны они хотят больше денег. Это когда было? В каком месте? Это было уже как уже срок доставки машины уже как бы он просвочен. Даже после этого они хотели еще денег. Вот. Вместо того, чтобы все как бы все эти споры как бы да, уладь, они еще хотят денег. Нету машины, нету денег, а еще денег хотят. Как бы очень чудесно. Вот. На данный момент мы приехали в офис, а их нет, они съехали. И сейчас будем пытаться находить, где они находятся. Так, а ну вы написали претензию им самостоятельно на возврат денег? Да, я написал претензию, претензию написал, уже прошло два месяца, а так и ответ я не получил на претензию. На мои звонки говорят, что типа ну ответа нет, ну и что? А Константин что говорит? То же самое, он говорит. А он говорит? Да, нету ответа, да. А я говорю, типа дайте мои деньги, мы закроем вопрос. Нет, у нас нет денег. Нет денег и все? Да, с детьми машины. А документы запрашивали по автомобилю какие-то, чтобы они подтвердили, что они действительно оплатили автомобиль? Я запрашивал Вин-код, я проверил машину по Вин-коду. Вин-код он как бы такой есть, как бы, да, но в итоге, поэтому Вин-коды, когда я проверил, машина в комплектации, скажем так, в помощь комплектации, заказывала я самую такую жирную, да, вот, самую такую фаршированную. А по Вин-коду я понял, что машина просто приходит ну такая вот, на самом таком комплектации, которая никому не интересна. И как бы с тех пор, я с ним обадаюсь, но никакого нет результата. Ясно. Ну ничего, поедем в автосалон. Они в этом автосалоне, то есть у них есть телеграм-канал, сайт у них есть, как они? И они вот с этого телеграм-канала, выдача автомобилей, ну, позиционируют себя так, именно вот в этом автосалоне, куда он сейчас поедет, да, там выдача происходит, да? Все, ну, пойдем, поехали. Да нет, мы до вечера. А, это да, можете выключить. Но нет, я же вам сказал, еще когда вы устраивались, Кристина, я же вам говорил, что МПЦ это боль, это слезы. Я ускоряю за театр? Я ее предупредил. Я приезжаю в Москву, она все равно отмечает дни рождения, Покупает билеты в театр. Кто тебе дорожник, мама или Игорь? Да, да, да. Мама. А вот так вот, это все, это залет. 51-й километр МКАД, автосалон НКАД. Здравствуйте. А как организация называется? НКАД Групп. Н, это что такое? Н? Да. Ну, это просто НКАД Групп. Просто НКАД, а НИБАНКАРС имеет отношение к вам? Нет, там на Варшавке НИБАНКАРС. На Варшавке, это мы знаем, да. Но нас почему-то сюда все ведет. Да? Машины выдают здесь той организации. Здесь автосалон просто. Нет, я понимаю, но машины же здесь все выдают той организации. Ну, они сюда приходят, настоят, поплачивают. А кто привозит? НИБАНКАРС, НИБАНКАРС, НИБАНКАРС. Константин, да? Директор там нет. Там не Константин, директор у них. Константин же там директора нет. Так, давать я свои лепту несу. Вот, Константин. А Константин вот это, да? Да, это молодой человек Константин. Здравствуйте. Ждали, не ждали меня? Ну, мы же сами списывались. Да, но я не руководитель. Не руководитель, а кто вы? Я, получается, человек, который присылает интересы Сверкалина. Это генеральный директор от компании. Так, по доверенности в действительности. Да, Сверкалина. А Сверкалина самого как увидите? Ну, он в находке по юридическому адресу. А ты же там находится постоянно? Вы руководитель филиалом, получается? Я не руководитель филиала. Я, получается, помогаю, представляю его интересы. Я как отдельное юрлицо. А на Варшавке у вас есть офис? Сейчас закрыт. А молодой человек, кто так вот уверенно говорил, что на Варшавке? Нет, я говорю, что на Варшавке офис. Там находится НКарс. Там НКарс. Ну, так нет его уже там. Ну, нет. И он говорит, а вы кем здесь являетесь, молодой человек? Я? В этой организации. Я непосредственно учредитель НКарса. Учредитель НКарса? Ну, как учредитель, я финансы вкладывал сюда. То есть, естественно... Ну, эти детали нас не интересуют. Если я имею отсюда какой-то процент, именно с продажи. Я не с налоговой, мне это неинтересно. То есть, вы к НКарсу относитесь? Да. Но на мой вопрос про НИПНКарса, вы сказали, что... Конечно, потому что они ставят автомобили сюда, к нам, в салон. И вот сидит здесь как раз Константин, и вы его как бы не замечаете. А он прямо за столом, за компьютером. Почему не замечаешь? Посмотрел, смотрел на него. Ага. Ну, смотрите, вы хотя бы, как вас зовут? Меня Игорь зовут. Очень приятно. Я представляю интерес к клиенту своего. Хорошо, это ребята кто? Это со мной. Со мной. Смотрите, снимайте мне могут все, что угодно. Спасибо. Машины могут. А меня вы тоже можете снимать. Ребята тоже можете снимать. Но выкладывают, но не имеете права. Я сразу вам предупреждаю. Спасибо за предупреждение. Мы обязательно примем это к сведению. Вы нам объясните, пожалуйста, вы денежные средства принимали? Получается, компания НИПНКарса. Ну, кто непосредственно от компании НИПНКарс принимал денежные средства? Сотрудники, получается. Кто вообще? Ну, вот смотрите, давайте так. Вы как-то начинаете... Неправильно, я понимаю. Всегда мне так говорят, что я начинаю неправильно, некорректно. Спрашиваю, где деньги, некорректно. Я понял. Ни машины, ни денег, но некорректно. Ситуация что? Клиенту по машине всю информацию предоставляют, где никто на связи, ну, как бы не пропадает, всегда на связи. Момент. Машина клиента сейчас в пути, клиент об этом тоже знает. У клиента не хватало денег. Мы сразу заблаговременно предупредили клиента о том, что по бюджету у него было 25 тысяч долларов в бюджете, в агентском договоре. Мы заблаговременно предупредили клиента, да, с экраном мы хорошо общаемся. Сказали, что машина выходит дороже, экран говорит, мне это не устраивает, давайте действуем по договору. В том случае я говорю, хорошо, давайте решать. Вот, написали претензию, экран написал, да, нам, ну, со своим товарищем приходили. Да, я ее принял, эту претензию, перенаправил ее в находку, где непосредственно находится руководство компании. Эту руководство, ну, руководство компании ознакомилось с этим, ну, получается, с претензией. Мы сказали, как, сошлись, предложили клиенту такой вариант, что машина приходит, мы ее реализуем, возвращаем клиенту деньги. Потому что клиент вносил денежные средства за машину, деньги все находятся в автомобиле. Автомобиль здесь сейчас находится? Автомобиль сейчас, он находится в Киргизии, но уже, возможно, он сейчас в Петербурге. Документы есть какие-то, подтверждающие? У меня лично нет. У кого? Документы приходят вместе с автомобилем. Ну, как это? Другой, дорогой, больше документов можно? Конечно. Ну, вот, я про что и говорю. Не проблема. Нам надо понимать, когда автомобиль куда-то двинулся, когда он был оплачен. Вы денежные средства принимали не лично или лично? Лично и переводом на карту Луберман. Константин принимал, да? А вы, говорите, сотрудник какой-то принимал. А вы, оказывается... Ну, надо поднимать. Какие платежные документы вы в обмен на деньги передали клиенту? Что я предоставлял? Я ничего не предоставлял. В смысле? Вы деньги получали? Ну, надо поднимать этот вопрос. Где, что, какие деньги. Как бы, так вот мы сегодня стоим на улице, да? Ну, вы, как бы, давайте присядем, решим, разберемся. Я, как бы, я не знаю, просто... Куда нам, где присядем? Да нет, ну... Давайте поближе мы присядем. И клиент тоже. Вы в обмен на деньги выдали квитанцию к приходу на кассовому ордеру. Вы давали несколько квитанций. Как такое возможно? Почему не на расчетный счет? Что на расчетный счет? Деньги. Ну, почему не на расчетный счет, а под какую-то квитанцию? Это уже давным-давно запрещено законом. Более того, более... И раньше нельзя было больше 100 тысяч принимать по таким квитанциям. Денежные средства юрлицом. А сейчас и подавно, уже несколько лет, вообще этих квитанций не существует. Но вот этот момент, да, по поводу там квитанции, не квитанции, это нужно не ко мне задать, это все равно, еще раз говорю, я предоставляю интересы компании, которая находится на Дальнем Востоке. У меня отдельная организация. Как бы, мне попросили, я сделал. То есть, вас попросили принять деньги? Ну, получается, смотрите, клиент же заключил контракт неконкретно, да, со мной, с Константином. Правильно? Я это понимаю. Вы почему меня пытаетесь еще время мне объяснить, что договор заключался не с вами? Договор заключался, мы все понимаем, с юридическим лицом. И панкарс. Но представляли это юридическое лицо? Вы. Более того, сегодня вы в переписке с клиентом. Клиент говорит, так давайте я подъеду в автосалон. Вы говорите, нет руководства автосалона. Потому что это другая компания. Секундочку, я это говорю. Вы в переписке поясняете, что нет, директора автосалона против, чтобы вы сюда подъезжали. Но мы, тем не менее, сюда подъехали и вас здесь застали. А вы предлагали ему встретиться где-то на какой-то другой территории и так далее. Офис у вас съехал, не работает. Ну да. В офис тоже. А мы звоним на телефон. И в телеграме мы общаемся с вашими менеджерами. Не знаю, кто отвечает. Которые также поясняют, пожалуйста, приезжайте на Варшавское. Но на Варшавском вас нет. Мы только что там были. А давайте с этого места поподробнее. Не то, что клиент сам сказал, что мы сейчас приехали на Варшавку, а там никого нет. Клиент мне написал, говорит, так и так, Константин, я хочу с вами встретиться, пообщаться. Я говорю, тот офис, он сейчас закрыт. Это было такое или нет? Вчера? Сегодня прочитайте сообщение. Почему менеджеры ваши отправляют все равно на Варшавку? Вот смотрите, прочитайте. Вот, сегодня утром. А, дистанционно работаем. Все верно. Не сегодня, а вчера. Это вчера было, да? Ну, не суть. Суть до дела не меняет. А менеджеры ваши все равно направляют туда, и телеграм-канал туда отправляют на Варшавку? Ну, за других менеджеров я не несу ответственности. Я за них не отвечаю конкретно. Вот, вы же сейчас пришли по вопросу экрана. А почему здесь не захотелись клиентов? Потому что руководство против. Потому что это другая организация. Нет, без проблем. Они не закрыты, ничто. Я говорю, будет удобно, если я подъеду. Потому что это как бы другая компания. Вы хотите, я подъеду с вами лично побеседуем по машине. По вопросам по машине я дал ответ. Где машина, что? Смотрите, объясняю вам ситуацию. Давайте так, по порядку. Понятное дело, по поводу финансов, это другой разговор, правильно? Но давайте в целом поговорим про машину. Где, что? Ситуация была какая? Кран к нам несколько раз приходил на Варшавку. Помните, мы с вами сидели, беседовали. Мы объяснили ситуацию по поводу изменения стоимости. Плюс было зафиксировано в договоре комплектация. Ну, даже не комплектация. На словах, словно говоря, экран с нашим менеджером, когда они подбирали машину, обсудили какую-то функционал автомобиля. Ну, техническая составляющая. Так это приложение к договору. Все верно. Да, и в автомобиле конкретно отсутствовал, по словам клиента, да, потому что клиент вел диалог с менеджером, у них была какая-то договоренность по поводу электропакета, электробагажника, что багажник, ну, открывался автоматически с кнопки. На видеосмотре, да, который нам предоставили с Киргизии, где машина непосредственно находилась, на видео было не обнаружено, правильно, экран? На видео отсутствовал пакет. Дело в том, что та машина, которую вы якобы, как мою, показывали мне, это комплектация, скажем так, бомж-комплектация. А я заказывал, ну, самую такую полную комплектацию. А вы на свое усмотрение, как захотели, так и поступили. Ну, вот вопрос был, видите, по поводу того, что недокомплектация. Понятное дело, априори, компания большая, и компания была, ну, как бы, не конкарс, которая занималась покупкой, это же не я летал, допустим, в Китай покупал. Да, я понимаю, экран прекрасный, я говорю, хорошо, вас не устраивает, момент по поводу того, что у вас там стеклоподъемник, ну, подъемника электромеханизма отсутствовал. Говорю, хорошо, давайте разбираться, момент. Выходите из здания, это частная территория. В этот момент, со словами, выходите из здания, это частная территория, сотрудники охраны подошли к случайному клиенту Энкарас, думая, что он пришел вместе с нами, и начали выгонять его, хотя тот мирно сидел на диване и ждал своих дел. Выходите, это не частная территория, это частная территория. Не приставайте гражданам, пожалуйста, что вы творите? Успокойтесь, вы кто? Выходите, ребят, частная территория. Серьезно? Да. Вы кто вообще? Мы сотрудники охраны. И дальше что, удостоверение? Выходите, пожалуйста. А если не выйду, то что будет? Мы будем вызывать ГБР. Вот вызывайте ГБР. Полицию будем вызывать. Давайте, отлично. Выходите, пожалуйста, я спрошу. Вам отказано. На каком основании вы попали сюда вообще? Да вас не касается. Будете приставать гражданам, будет уголовка на вас. На меня? Да, на вас. Кто к вам пристает? Я вас прошу. Оскорбительно пристает. Ну просьба вам откладнена. Да вы что? Да. Представьтесь, вы что? Это бывший законодатель в полицию. Нет, давайте полуожительного. Давайте. Так это халатно. Я с вами введу диалог корректно-корректно. Пожалуйста, с нашим персоналом корректно. Это его работа. Ваш персонал должен быть обучен надлежащим образом, что он не вправе приставать гражданам. Хорошо. Давайте так. Вернемся к вашему вопросу. Давайте. Вы хотите... По автомобилю нам объяснить. По автомобилю. Еще раз говорю. Смотрите. Автомобиль сейчас в пути. Клиент оплатил, но не оплатил третью часть оплаты по агентскому договору. Это у нас таможня. Таможня мы заплатили самостоятельно. Мы везем сейчас автомобиль, и доставку тоже клиент не оплачивал. Кроме вы оплачивали доставку до Москвы? Вы его не выставляли, это раз. Потому что был конфликт. Было недопонятно. Сейчас, давайте я скажу, потом вы скажете. Так будет просто удобно. Я просто перебью, потому что... Нет, нет, нет. Давайте все-таки уважать друг друга. Если я говорю, то я говорю, потом вы скажете. Я спокойно дам вам возможность. Нет, вы сейчас перебиваете. Подождите, вы возразите. Я закончу сейчас. Хорошо, давайте. Клиент не оплатил доставку. Автомобиль находится на таможне. Нам что делать? Ну, он же не может там стоять. А какой автомобиль? Сейчас, давайте я скажу. Курей, желе курей, который заказан в сервисный экран. Какой комплектации? Флагшип. Ну, конкретно комплектация, спецификация. Зачем нам такая комплектация, если мы заказывали другой автомобиль? Вы можете доставлять, оплачиваем. Мы заказывали другой автомобиль, а вы везете. Не тот, который нам нужен. Давайте к этому вопросу. Сейчас сначала я выскажу свою позицию. А дальше вы уже сможете внести коррективы. Я вас послушаю внимательно. Смотрите. Ситуация. Клиент не оплатил третью часть. Но мы понимаем, что автомобиль не может у нас находиться просто в Киргизии. Понятное дело. Потому что экран за него занес денежные средства. И деньги там в автомобиле находятся. Документацию все можем тоже подтвердить. Ну, конкретно сейчас я вам не подтвержу. Но если что, нужно будет. Мы предоставим все документации. Почему часть надо и можно? Потому что, еще раз говорю. Был офис не в Анкарсе. Вы сейчас походитесь в Анкарсе. Другая организация, бухгалтерия находится в другом месте. Это уже дело третье. Сейчас, конкретно, в данный момент, мы привозим автомобиль к клиенту. И уже либо подбиваемся к клиенту словом. Мы вставляем счет. Говорим, вот экран. Вот ваш автомобиль вышел. Так-то, так-то, так-то. Что-то не нравится, мы уже тогда решаем. Руководство компании Ниппанкарс уже принимает свои решения. Вы закончили? Могу я теперь? Ну, да, конечно. Но экран уже выразил свое намерение. Свои претензии. Автомобиль в срок не был поставлен. Выложенные средства были уплачены вам. Но не полным. Так это неважно, в каком размере. Это важно. У вас по договору разбиты этапы. Вы машину нам эту не показали. Более того, вы показали сначала ваши менеджеры фотографию якобы его автомобиля, просто скачанную с интернет. Экран вам на это указал. Вы сказали, что какая-то ошибка, по-моему, так была. Я подключился, но я сразу подключился, да, и мы бы изменили менеджера. То есть менеджеры, ну, менеджеры, получается, пытались ввести в заблуждение клиента, чтобы получить следующую порцию денег? Нет, тут маленько по-другому. Смотрите, автомобиль покупался новый и покупался с Китая. А менеджер, ну, понимаете, новый автомобиль. Его еще, как бы, его изготавливали. И менеджер, предоставляв фотографии, как бы, образец, вот такую вот машину, в такой комплектации, можно присти, потому что автомобиль новый. И, как бы, с интернета фотографии, там, тоже нового автомобиля. Как бы, этот вопрос мы уже разобрали с экраном. Да, как бы это было, ну, недопонимание, мы его решили. Поменяли менеджера. А вообще, автомобиль был вообще 20-го года выпуска. Почему? Нет. Почему 20-го года? Автомобиль 23-го года. В смысле, слышь? Ты общаться так будешь дома со своими, понял? Да, да. Давайте так не будем бросаться, ребят. Нет, а он на каком основании поднимаетесь? Не трогайте. Вы же снимаете. Нормально так. Вы же снимаете, давайте мы трогаем, он снимает. Я нахожусь в публичном месте, я нахожусь в автосалоне. В автосалоне, все верно. Почему тогда он не может вас снимать? Вы же снимаете ваши ребята у нас? Нет. Я вообще к ним не отношусь никак, вообще просто никак. Мы не вместе. Я совершенно зашел по вашему диалогу в WhatsApp. Я риск пришел, по вермозу. И, ну, как бы, я просто случайный свидетель этого всего. Да, это не с нами, поэтому давайте с нами. То есть, вы предоставляли потом еще фотографию автомобиля вообще 20-го года. То есть, пытались клиента дурачить. Ну, смотри, я понял. А конкретно за компетенции менеджера, да, что там он контент предоставлял, мы с этим уже вопрос закрыли. Вопрос же не в этом, правильно я понимаю? Правильно. Давайте так. Как можно получить документы? Мы просто пытаемся понять, оплачивался ли наш автомобиль. Может быть, тот автомобиль, который вы сейчас везете, это вообще совершенно не наш. А судя по комплектации, мы так и понимаем, что это не наш автомобиль. Потому что наш автомобиль должен быть другой комплектации. То есть, в самой жирной комплектации. А вы привозите как клиента. Смотрите, тут какому могло быть возникло недопонимание. Клиент мог априори думать по комплектации, которые изготавливают в Беларуси. Ну, вы знаете, что в Беларуси у нас есть производитель компании Jelly, которая производит флагманские автомобили. Манжара, Бугела, Кулрей. Знаете или не знаю? Ну, вы знаете, нет? Для чего? Нет, я не знаю. У них комплектации по названию. Есть название комплектации в Беларуси, которое происходит, а есть название комплектации, которое в Китае. По названиям они схожи, но по начинке и по допоснащению они разные. Понимаете? Давайте все-таки... Тут момент в другом. Сейчас я закончу. Меня постоянно перебивает, но он должен заканчивать постоянно. Ну, окей, хорошо. Хорошо, давайте я не могу не передать, давайте говорить. Мне нужны сейчас документы, чтобы вы запросили. Вы же работаете дистанционно, в офис к вам не попасть. Значит, мне нужны документы. Когда вы заплатили за якобы наш автомобиль, когда произвела оплата и кому. Мне нужны документы на автомобиль. Что это за автомобиль, какой он комплектации. А дальше мне нужен ответ, почему на тот момент, когда клиент написал заявление о расторжении договора и возврате денежных средств, уплаченных, вы денежные средства эти не вернули. Смотрите, по поводу возврата, невозврата, не был составлен вообще акт расторжения, была только претензия. И даже по бюджету, понимаете, да? Юрис, кстати, подошел. Может быть, он сразу пояснит, что не нужен. Мы с вами сейчас разговариваем. Ах, не нужен для расторжения. Ах, не нужен. Почему не нужен? Ну, потому что на каких основаниях мы можем расторгнуть договор? Если клиент даже не внес всю сумму по агентскому договору и автомобиль, ну, как бы, я понимаю, если клиент заплатил все, да, допустим, подвился. Кто юрист? Может, он вам просто объяснит, что потребитель не обязан вам даже обосновывать? Он написал заявление? Он не написал заявление. Он написал претензию. Какая разница? Которую отправили руководству. Правильно. По претензиям, что потребовал? Вернуть деньги. Какой договор? Мы дали обоснование. Где? Что, где? Ну, у меня конкретно сейчас этого обоснования нет. Ну, запросите, вам же не трудно, мы подождем. Давайте мы с вами, либо я запрашиваю, сажусь работать, либо мы с вами сейчас ведем диалог. Что вы сейчас делаете? Нет, я так не могу. Диалог уже провели с вами. Все, мы закончили. Теперь необходимы документы, и на основании этих документов мы продолжим дальше. Я понял. Если вам нужны документы, хорошо, можете завтра приезжать, я вам все документы предоставлю, потому что они находятся в бухгалтерии. Либо я сейчас отъеду, могу привезти документы. Так, а вы позвоните, пусть вам по электронке, кто мне не отправит документы. Как я вам могу позвонить, и мне по электронке отправить документы? Ну, вы же люди работаете, для них все... Смотрите, давайте так. Я вам сейчас дам ручку, листочек, либо к вашему клиенту экрану. Напишите, что нужно предоставить, и мы вам предоставим. Нет, давайте тогда мы немножко иным путем пойдем. Значит, писать у вас нет никакой обязанности, вам что-либо претензия была написана, требования были четко сформированы. Денежные средства не возвращены, документы каких-то подтверждающих, как вы оприходовали денежные средства моего клиента, у вас нет. То есть, либо вы сейчас пытаетесь этот вопрос решить, либо мы вызываем полицию, пишем на вас заявление. Вызывайте полицию. Вызывайте полицию. Вызывайте полицию. Ну, окей. Как будет угодно. Какой тут адрес отрочный? Ну, еще раз, ребят, говорю, я свое разрешение, то, чтобы вы куда-то опубликовали. Оно не требуется. Требуется. Вы снимать можете, публиковать никуда не можете. Я вас опубликую, я вам сразу скажу, это сто процентов. Посмотрит у вас там полмиллиона, миллион человек. Ну, поправите, рискните. Рискните. Ладно, спасибо, рискнем. Просто самое главное, зафиксируйте, что я свое разрешение, что вы опубликовали. Лучше деньги человеку верните, а не голову выморочите. Документы отменят, деньги приходниками принимают. Ну, машины-то нет еще в России, клиент об этом знает. Машина под заказ, машина не в наличии. Такая разница. Большая разница. Машина едет, документы у нее есть уже? У меня нет документов. Ну, это ваши проблемы, если у вас нет. Деньги же вы принимали, причем лично. Ну, у вас есть сейчас какое-то подтверждение, что я лично понимал? Вы хотите, чтобы мы экспертизу провели? Нет, вы говорите, у нас хорошо. То есть вы отказываетесь, что вы давали этот цветам свой приходный кавал? Нет, клиента платил за автомобиль. Вы не мне давали, вы за автомобиль платили. Говорите, я вас слушаю. Добрый день. Будет добрый наряд полиции? Случилось следующее. Здесь находится автосалон НКАРС. Здесь есть сотрудник, который принимал деньги у моего клиента от другой организации. Якобы за доставку автомобиля из-за рубежа. Автомобиля нет, денег нет. Данные отправляю на Москву, не отключайтесь. 112, Москва, операция 5111. Здравствуйте. Здравствуйте. Девочки, автосалон НКАРС НКАРС, ваша территория, говорит, 51-й километр НКАРС. А у вас внутренняя и внешняя сторона? Один салон. Внешняя сторона. Так, там ДТП без пострадавших, без облачения? Нет, там не ДТП, там конфликт. Нам в автосалоне НКАРС конфликт по оплате, по заказу автомобиля по оплате. Как называется автосалон? НКАРС. НКАРС, Николай Карс. А, Н, НКАРС. Да. Во. Что ожидаете? Спасибо. Ваша информация. Спасибо. До свидания. Ну что это за ужасы? Ты чего? Я же теперь месяц и засну. А вот этот Курейко давно пришел? Я понимаю, что по ВИНу отличается. Он на одну цифру отличается. А якобы мой, мой Курей уже до 20 месяцев стоит. Почему заказали не в той конфликтации, что я требовал? Сейчас разберем. Ну вы с кем общались тогда? И с вами, и с Глебом. По конфликтации. И потом с Алексеем. Я ей фотографии предоставлял той машине, которую я хочу. И словесно все объяснил. А в итоге сделать это, как вы захотели. А почему с офиса съехали? Ну я не знаю. То, что вас не поставили в известность, вы по сути являлись фактическим руководителем? Да я не являлся фактическим руководителем. Кто сказал, что я фактический руководитель? Ну как, вы представлялись же так, представлялся? Да, да. Вы же представлялись руководителем. Денежные средства получали самостоятельно. Наверняка их как-то оприходовали. Кому-то их передавали. Ну я вот сейчас вам все даю. И вы не знаете, да, почему офис закрылся? Нет. Я просто уверен, что вас поставили в виду. Хорошо, тогда информацию о закрытии офиса руководитель настоящий он передавал вам же? Нет, мне. Не вам, да? Нет, мне не. Вас просто поставил известность кто-то, да? А кто? Сейчас вопрос о чем. Я понял. Офисе или о машине? Пока что из того, что мне сейчас предоставили. Агентский договор. Это у вас есть? Есть у вас. Инвойс о машине. Подтверждение оплаты. Если нужно выпуску из банка, тоже можно съездить, взять, что за этот автомобиль мы переводили и оплачивали инвойс. Так, от кого? От Константина Владимировича? То есть от вас, да? Нет. От другой, да? Другой. Сотрудник оплачен. Так сотрудник компании или просто физлицо? Он оплатил как физлицо, не от компании оплатил. А денежные средства, которые вы получили от клиента, кому передали? В банк. Вот вам на основании, которое денежные средства клиент внес, там есть все чеки, куда, что. То есть вы получили там 2 миллиона рублей и все передали? Я конкретно вот эту сумму не получал. Просто денежные средства в офис принял, отдали. Но вы принимали эти деньги. Не я принимал деньги. Деньги принимали вы. Вы же выписывали мне. Квитанцию? К приходной кассового арбюра? Да. И частично вам лично еще мой карты переводил. А это 100 тысяч рублей. Да, давайте начнем с полиции. Зачем мне сейчас вам контент заплатить? Более того, когда я выполнил все свои, как бы, обязательства, сразу, через 5 минут, мне выставляют другой счет, что якобы машина подорожала на 300 тысяч. Когда я все оплатил, и после этого машина подорожала. Я вас понял, смотрите, ситуация какая. Либо мы сейчас ждем с вами полиции, уже с при полиции, там, где вы пишете претензию, да, и дальше через суд решаем. Ну что вы сейчас, видео-контент, допрос хотите сделать, или что? Да, приходите, там, посмотрите, когда платили, какие суммы. 1 861, я вообще такую сумму не помню. Инвойс разбивается на часть суммы. Так, а как нам понять, что ты оплачен именно этот автомобиль? Там про вину должен быть. Вот инвойс, вот у вас все. Нет, я пока не люблю. Кассовые ордера. Покупатель тоже какой-то, Константин Владимирович, тот же самый. Какой даже логик, Константин? Я не оплачу. Ваша фамилия, Гейдеман, не ваша? Нет, не знаю. А откуда он взялся, Гейдеман, Константин? Просто физлицо, которое оплачивало машину. Потому что каждый человек не может оплатить, допустим, там, 3-4 машины. А почему у нее лицо оплатили? Он говорит, наш клиент не захотел оплачивать. Он попросил, говорит, я вам привезу деньги, оплачивать сами. Секундочку. Так было обговорено. Изначально Глеб мне сказал, что я приношу в рублях. А далее вы машину оплачиваете вообще не рублями, не долларами, а битковинами. Ну, это то, что Глеб сказал еще раз. Я не несу за это ответственность. Он вас подчинен нанесет. Ну, я не знаю, что он вам там вышел, куда-то сказал. Есть зафиксирование? Это все было в офисе вашего. Ну, тогда вопрос Глебу. По поводу того, что я не оплатил какую-то сумму последнюю, это полный уранье. А в этом вопрос не стоял, еще один не вставлял сам. На сей день его нет. Да, там согласно договору агентского, там четко написано, что платеж осуществляется, вот этот окончательный, после того, когда они сообщают, что автомобиль находится то ли в Москве, то ли в Киргизии. Да, да, да. То есть сообщения не было, не было оснований для платежа тоже не было. Да, Константин, правильно я говорю? Слышу раз. Ну, вот тот платеж, который вы говорите, что он не оплатил клиент, но он же оплачивается после уведомления, что автомобиль находится уже на каком-то этапе, в Киргизии, например, что он прибыл, тогда вставляется последний платеж. Да, ну, смотрите, маленько по-другому было. Мы заблаговременно, когда вот еще таможенка проходила, мы сказали, что машина дороже выходит на 2000 долларов. Ну, вот сейчас на себе стоимость. Что будем делать? Киргизия говорит, мне не устраивает комплектация и получается стоимость, ну, как мы с вами говорили в бюджете в 25 тысяч, да, в которых написано было, типа, я эти стоимость хочу. Мы говорим, хорошо, все, окей, дальше. Она стояла на СВХ, долгое время машина, ну, потому что за нее никто не оплачивает. Мы ее заплатили за свой счет всю эту машину, она сейчас в пути идет. Ну, так правильно, но обязанностей же у покупателя не было осуществлять этот платеж. Единственный момент, что мы сейчас не собрали, это сроки. За вот эти все, ну, сроки сейчас мы будем уже там через сутки решать. Так вы поймите, что клиент отказался от договора 13 ноября. Вы только оплатили в октябре месяце этот автомобиль, спустя месяц после оплаты клиентам. Нет, вам смотрите, Маринка, по-другому. По поводу тех бумажек, которые вы смотрите, это то, что мы загнали деньги в Китай на завод. Ну, вот эти вот чеки. Так я и говорю, что вы с момента заключения договора и оплаты вот этих вот двух миллионов, вы оплатили в Китай спустя больше, чем месяц. В Китай только оплатили. Машина изготавливалась, доставлялась. Как только она подошла, мы сразу... Ну, машина же не изготавливается до того, как ее оплатили. Нет, чтобы нам машину изготовили, нам нужно ее оплатить. Правильно. Ее оплачивают на основании вина, правильно? Ну, когда что, уже в автомобиле есть шилдик, как паспорт, условно говоря. Правильно. Так вы все равно спустя... Представите, я не логист, ну, я же не могу за все циклы отвечать. Ну, это же как бы компания, клиент же заключила не со мной сделку. Поэтому, как бы, сейчас все поднимут, сейчас все отдадут. Ну, клиента-то вы консультируете, клиент как можно общаться? Клиента вел другой менеджер. Я, условно говоря, был как куратором вот этих вот менеджеров, которые общались с клиентом. Кроме как вы информацию ему доносите, там, другим менеджером, который ему картинки присылал из интернета, скачанной. У другого какого-то специалиста он получить не имеет возможности информацию. Нет, вопросов нет. Вы же приехали, мы сейчас с вами разговариваем, поэтому без труда. Поэтому вопрос следующий. Вы, ваша организация, собирается возвращать деньги или нет? Когда? Смотрите еще раз. Денежные средства за автомобиль, они в автомобиле. Не то, что у нас на кармане. Когда машина придет, мы, как говорится, ну, мы реализуем, потому что деньги там. Ну, это уже как бы руководство меняет. Потом, после этого, когда мы реализуем денежные средства, мы возвращаем деньги. Мы же не можем вытернуть. Почему не можете? Просто взяли? Нет, ну это уже не мы же решаем с вами. Это уже решают, допустим, через суд и так далее. То есть вы предпочитаете в суд заходить? Нет, ну, смотрите, я ничего не предпочитаю. Тут уже как бы дело компании и дело непосредственно клиента. Ну, клиенту автомобиль уже не нужен, потому что он его уже приобрел. Это мы поняли. Этот автомобиль приобретался в подарок, и поскольку сроки все были нарушены, естественно, актуальность заказа у вас автомобиля, она пропала. Сейчас вы ставите клиента в неудобное положение, что машина, когда придет, когда придет, неизвестно. Потом, сколько вы будете ее продавать, тоже неизвестно. И только после этого он получит свои деньги. Я получаю ответ, отталкиваемся от ваших чеков. Все правильно. И это сюда входит таможня. Машина уже оплачена. Это таможня. Как бы я уже частично оплатил и таможня, получается. Вот, Константин, у нас здесь в переписке с вами выясняется, что 150 тысяч было за таможню оплачено. Нет, клиент, я безусловно говорю, что единственный момент, клиента не хватало там 2 тысячи. И, ну, по его договору, ну, как по агентскому, по остаточному сумму, и еще сверху 2 тысячи долларов. Ну, это расход. Так, если расход этот не включен, вот эти 300 тысяч, если они включены в договор, почему клиент должен это платить? Нет, смотрите, клиент не внес 2 тысячи долларов по, ну, тому договору. Еще не внес в остаточную сумму. Таможня предыдущими платежами была уже оплачена. Смотрите, еще раз, я таможней не занимаюсь. Я занимаюсь таможней, быстрее, ребята, которые с Киргизией находятся. Понимаете? Ну, клиента с вами... Да клиент не со мной, у клиента был менеджер, который вел клиента. Деньги принимали вы, и комментарии давали вы. Я просто помогал всегда, я себя ввел с экраном на связи. Не было такого, что я, как бы, там, экран... Ну, он говорит, мне экран в день рождения звонит, говорит. Я говорю, все, без проблем. Когда вот эта ситуация была по поводу картинок и картинок, я говорю, все, разберемся экран, не переживайте. Это прекрасно, не переживайте, разберемся, до сих пор не разобрались. Деньги переводил он вам на карту. Ну, 150 тысяч, вы сами озвучиваете, что это входит в таможенное оформление, вот эти деньги. А до этого вы говорили, что таможню не оплатил клиент, поэтому там какие-то непонятки возникли. Но оказывается, таможню оплачивал тоже клиент. Смотрите, у нас есть агентское вознаграждение, мы же, ну, как бы, и бесплатно привозим, а агентское у нас, по-моему, 100 тысяч рублей. Клиент носил 150. 150. 150 – это второй платеж. До этого он 100 уже внес вам. Ну, плюс, не, ну, вы поднимите бумажки, предоставьте, я бы смогу, потому что там вот на словах, я тоже не понимаю, Марина. Ну, вот, пожалуйста, ваша переписка. Пишите, 100 тысяч тут в агентскую комиссию. Это не моя переписка, вы же видите. Ну, Тимофей, я же не Тимофей. То есть, оказывается, ну, выполняли руководящую функцию, правильно? Еще раз, я не выполнял руководящую функцию. А как меняете сотрудника в другой компании тогда? Почему в другой компании? Он тоже сотрудником был в Ниппанкарсе. Вы поменяли только что, вы поменяли сотрудника после претензии клиента, что он вам присылает какие-то картинки непонятные. Но говорите, я не выполняю распределительные функции в Ниппанкарсе. Ко мне экрана в Артинске говорит, Кост, помоги. Ну, правильно же было такое, что мой менеджер, он вообще некомпетентный. Я говорю, хорошо, сейчас попробую вам представить другого менеджера. Попросил сотрудника, говорю, возьми, пожалуйста, наш клиент, надо его довести. Что сделать? Все, и дальше уже... Я об этом и говорю, значит, руководящую функцию выполняли в этой организации. Ну, я просто помог. В смысле, помогли? Я вот сейчас приду в вашу компанию, давайте кого-нибудь поменяю, вы скажете, кто такой, чтобы что-то менять. Нет, ну, смотрите еще раз, давайте так, вы говорите, давайте, сейчас полиция приедет, из полиции все будем проверить. Зачем? Ну, сейчас, ну, я не понимаю, просто смысл мы сейчас с вами беседуем. А мы хотим деньги свои получить. Да вы получите деньги без проблем, когда машина приедет. Мы же не можем вычислиться. Вы оказались от договора, вы не исполнили. Хорошо, но денежные средства, они в автомобиле, вы поймите. Это ваши деньги там в автомобиле, не наши. Почему? Потому что вот этим... Нет, секундочку. Вот этим вы нам не доказали. Вот это другая модель автомобиля. Я вас понял. Смотрите, еще раз говорю. Вот эти моменты все, но это же не мы с вами решаем кто что, это все решает суд, правильно? Почему суд? А как, ну, вы говорите, у вас есть недопонимание, у нас есть недопонимание. Есть суд, который у Российской Федерации, который эти моменты все урегулируют, и он уже признает, кто прав, кто виноват, кто должен, что должен. Суд, это инстанция, которая восстанавливает права, когда какая-то из сторон сама не выполняет обязательства свои. У нас с вами вопрос по поводу недопонимания, правильно, что машина ваша, не ваша, как бы клиент носил денежные средства, у клиента был ВИН-номер автомобиля. Клиент ввел, ждал автомобиль. Еще раз вам объясняю, Константин, мы им опять не поняли, опять не поняли, это вы противоречите, вы нам автомобиль другой, не соответствующий техническому заданию. Это китайское название, бенюет. Ничего подобного, это в интернете мы гуглим, это разные автомобили. Гуглите, что такое бенюет кул, это кул рей. Вы загуглили. В Китае он так называет, не стайл, кул рей, бенюет кул. Разные автомобили. Если он так называется в Китае, я вам что? По предоставленным чекам то же самое не бьются платежи. Ну вы сейчас не правы. Почему не правы? Ну потому что это бенюет кул, это кул рей. Ну как это, я увожу в интернете просто, я пишу, что разные автомобили. Ну ведите сейчас бенюет кул, вот сейчас ведите. Почему изначально тогда не написано кул рей? Потому что есть российское название, понимаете? Есть российское название автомобиля, а есть китайское название автомобиля. Тогда в техническом задании, тогда так бы и писали. Покажите мне техническое задание тогда. Российское название Cool Ray. Так, где? Где написано? Ну вот там тип, вот название у вас. Jelly Cool Ray Flagship Sport. Мы купили этот автомобиль Cool Ray Flagship Sport. Но конкретно в ДОП договоре не было указано о том, что обязательно должен быть электропривод багажника. Комплектацию, что мы купили. Сейчас давайте дождемся с вами тогда, если вы хотите вот этот контент. Давайте дождемся автомобиль, когда приедет. И к нам приедете. Комплектация автомобиля была согласована. Где я согласовываю? Я даже, кроме как словески... Ну вы покажите мне, вот мы сейчас с вами что будем... Вы мне покажите, где у вас было зафиксировано, что именно вот так. Договор есть договор. Вот это соответствует комплектации автомобиля? Который сейчас едет? Вот это название. Cool Ray Flagship Sport. Покупали автомобиль на заводе по этим критериям. Именно такой едет? Ну хотите сейчас автомобиль приедет, я вам говорю, покажем вам спецификацию, что это именно тот автомобиль. А почему повину тогда другой бьется, не с такой комплектацией? Все, что вы мне говорите, рассказываете, показываете, это все больше не правда. Машина Jilly Cool Ray, именно комплектация Flagship Sport, он один. Он какой идет у завода? Электробагажник там, фары. Секундочку, я вот вас не перебивал. И так далее. Машина сама паркуется и так далее. Он такой один. А вы взяли, заказали машину в моем же цвете, но без этих опций. Вы для себя машину удешевили, чтобы больше заработать. Это мое мнение. Думаю, так и есть. Это же ваше мнение. А завод не выпускает машину в другой комплектации, в этом цвете. Опять же, тут есть... Секундочку. Да. Далее. Я у вас, у ваших менеджеров, просил многократно, отправьте мне в видеомашины. Пока машина не приехала в Казахстан или куда-то еще, вы ничего не отправили. В итоге получается, что машина не та. Комплектация такая себе. После этого вы еще заявляете экран, мы хотим еще 300 тысяч рублей сверху. Вы машину заказали не ту, плюс к этому еще денег хотите. Денег-то никто не хочет. Еще раз. Вот всегда мы когда с вами разговаривали, я говорю, денег вы говорите. Вы хотите с меня денег? Ну, как бы провокационный вопрос. Я говорю, нет, мы не хотим с вас денег. И когда был момент по поводу того, что именно по таможне, помните экран? Мы с вами конкретно разговаривали. Вы говорите, вы хотите с меня взять больше денег? Я говорю, нет, мы не хотим с вас взять больше денег. По поводу, смотрите, комплектации, еще раз говорю, есть вариации, которые производятся у нас в Беларуси, вот вы просто поймите, а есть вариации, которые производятся у нас для внутреннего рынка Китая, это разные автомобили, именно дали критерии по, я так понимаю, по белорусской комплектации, видите клиент, я так думаю, ну я просто не понимаю, это с менеджером вели, дали запрос на завод, изготовили машину, нам смысл было вот эти вот копейки как-то там, чтобы клиент был недоволен, но ситуация случилась, какая ситуация? Именно что электробагажник, да, вот у нас как-то доп. соглашения нету, нигде не фигурирует, чтобы он обязательно был, понимаете, спецификация, вот вы посмотрите спецификацию, я вам дал контракт, там есть электробагажник или нет? Нет, ты тоже объясняли, да, что есть два завода, есть Беларуси, в Китае, я сейчас вам вопрос задаю, там есть вот в документе, который я вам сейчас предоставил, именно то, что там прописано, что обязательно присутствие электробагажника, есть там, это вопрос, я надеюсь, это не шутка, я вам отвечаю, нет, конечно, Но есть комплектация, которая четко обозначена в техническом задании, и согласно этой комплектации следует, что электробагажник должен быть, вот и все Хорошо, а если я вам предоставлю документацию о том, что именно в этой комплектации, как указано в договоре, в китайской версии, да, мы же покупали с вами в наличии, мы покупали по параллельному импорту, правильно? Если там этого не будет, если это не обязательно, тогда что? Я не знаю, параллельно, не параллельно, это уже не проблема клиента Если там будет спецификация, официально, нотариально заверенная, предоставим вам документ, и там будет указано, что не обязательно в комплектации должен быть электробагажник Необязательно Ну тогда что? А что за формулировка «необязательно»? Нет, ну что, это как доп. функция, понимаете? Есть, условно говоря, база, да, комплектация, есть базовый коричневый Клиент, когда общался с вами, с менеджерами, он чётко это озвучивал, то есть доведение этой информации до потребителя получается так Смотрите, сейчас нюансы в том только, вопрос, вставлять, по поводу цикла сделки, что мы сейчас ушли за рамки, вы понимаете, да, условно говоря, у нас в договоре прописано определённое количество времени, да, мы сейчас ушли Вопрос по комплектации, тоже, я говорю, если вот уже вопрос по комплектации, да, именно право, не право, но мы вам предоставим документацию, в том, что мы правы Когда вы деньги вернёте, мне ответили, я говорю И ещё раз, я вам тоже отвечаю, денежные средства в автомобиле, автомобиль сейчас едет в пути сюда, в Россию, как только он приедет, я проинформирую Я это слышал, вы мне скажите, пожалуйста, какое дело, какая разница покупателю, что автомобиль едет, если он уже отказался Вы нарушили условия договора, клиент отказался, автомобиль не тот едет Это бремя вашей организации, и вы, как добросовестная компания, должны просто взять и сказать, да, хорошо, сейчас вот мы вам вернём эти деньги, и всё, и останемся добрыми друзьями Вот так это должно быть Смотрите, можем, можем, но опять же, такие решения, понимаю, не я, вы поймите, я сотрудник обычный У нас нет возможности, у нас нет возможности общаться с гендиректором Я могу связаться с гендиректором Хотите, я сейчас обсужу, без проблем, если он скажет, что вопросов нет, и мы как бы с вами расскажем Если не получится, то тогда уже дальше, но я не могу переступить Ну, я понимаю, что суд, он может не бояться суда, например, потому что мы прекрасно видим, как идёт денежный оборот в этой организации Ну, в том, в Nippon Cars Что на карты сотрудников, на карты не сотрудников, наличка по квитанциям, приходно к кассовым ордерам и так далее То есть на расчётный счёт, такое ощущение, там вообще ничего не попадает Ну, это же другой момент, смотрите, ну тут же опять же Я говорю это к тому, что он, конечно, не боится суда, наверное Я не знаю, я не генеральный директор, я не могу за него отвечать Ну, в момент, в другом, просто опять же таки, вы говорите, оплаты туда-сюда Клиент сам попросил, то он вам сам экран говорит, что я попросил, потому что у меня в договоре такая сумма, чтобы правильно с долларами не платить Принёс нас, попросил, говорит, ребята, оплатите мою машину Мы её оплатили Секундочку, вот здесь лукавики Мне Глеб, ваш менеджер, сказал, что машину вы будете оплачивать сами, а битховинами Ну, ещё раз Секундочку, далее А я говорю, хорошо, говорю, я буду оплачивать рублями по курсу ЦБ на день оплаты Мы об этом договорились А у вас есть как-то это зафиксировано, что вы говорили, что по курсу ЦБ вы будете оплачивать именно в момент Ну, вы понимаете, как можно оплатить вещь, да, по курсу ЦБ от Центробанка Ну, по этому курсу невозможно купить, банки покупают По курсу ЦБ, условно говоря, я просто, ну, не банковский работник Ну, невозможно, каждый банк берёт, условно говоря, у него есть свой определённый курс Такого не бывает, что по ЦБ можно оплатить какую-то вещь за границей, ну, так невозможно Вы поймите, пожалуйста, тоже правильно Экран, тысяча извинений, продолжайте Следующий момент, мне отправили фотографию машины И здесь чётко видно то, что я хочу По комплектации В итоге вы мне другую машину пригнаете Смотрите, подождите, это вам какую фотографию, что возможно привезти Или то, что ваше фотографии? Нет, то, что мне нашли, да Можно поставить экран? А, спасибо Ну, это получается же фотографии от... с интернета, правильно же я понял? Вот этот сайт Это мне прислал Тимофей, что машина будет вот такая Ну, я понял, ну, видите, Тимофей, он же тоже не покупает машину, он сотрудник, который занимается подбором Константин, ну, вы же понимаете прекрасно, что это же сотрудник организации Если он сказал информацию, значит, потребителю Потребитель этой информацией руководствуется, это же нельзя на него переложить Это я согласен Поэтому давайте, позвоните руководителю, пообщайтесь, можете там даже, чтобы не смущаться где-то там Переговорите, объясните ситуацию, закроем вопрос, да и всё, делов-то, да? Я же хотел, чтобы, условно говоря, вы посчитали, но опять же, понимаете Я же вот вам объясняю, что денежное средствование в автомобиле, как только, ну, первую возможность сразу вернём По поводу сроков, да, ну, претензию я отправил, мы уже с вами побеседовали От себя лично, да, что добавить? Я сотрудник, я, ну, не бухгалтер, не генеральный директор Я, конечно, поспособствую, чтобы всё как можно скорее это всё решилось Но, опять же, я не могу принимать решения за других людей, вы поймите правильный Телефончик тогда у нас директора, я ему позвонил, мы его перебивали Вчелав Олегович, добрый день, или вечер уже у вас, наверное? Ну, практически, может, да, добрый вечер Меня зовут Игорь, вам, наверное, Константин уже сообщил Да, мне, конечно, с нами писали вашу ситуацию, да Ага, мне просто вот понять, мы сейчас находимся в автосалоне То есть, Константин сказал, что деньги вернут И вот понять бы какие-то хотя бы сроки, чтобы было понимание, когда Игорь, смотрите, поскольку, да, как я вам уже сказал, то, что мне поверхностно только объяснили вашу ситуацию То есть, деньги мы уже на 100%, то есть, за это можете не переживать То есть, я лично возьмусь за эту ситуацию Но, сами понимаете, завтрашнего дня, то есть, я полностью уникну в ситуацию И завтра вам перезвоню уже, то есть, по срокам все вам скажу То есть, сейчас, опять же, ну, это дело не поводи, вам сейчас что-то обещать И чтобы не было потом такого, что я сейчас вам сказал И это потом не подтвердилось Хорошо, я понял, тогда давайте так, тогда завтра жду звонок Все, договорились Все, спасибо, спасибо, до свидания Все, до свидания Тогда мы на этом откланиваемся Вот, все, спасибо Давайте, желаю вам миллионов Спасибо У нас выходят на канале ролики положительные И когда все хорошо решать Если это будет положительно, он и будет положительно Никаких проблем Потом, Газпром лизинг, кстати День выделили на них Потому что думали, сейчас столкнемся Вообще, просто там И не зайти будет, и так далее И когда мы приехали на КПП К ним туда Нас встретил сам начальник службы безопасности Проводил в офис Приехали два юриста Вопросы регулировали, все Два автомобиля отдали нашим клиентам Разобрались и в суммах, и в платежах Все, вышел ролик Люди сказали Классно, вот это нормально Поэтому нет такого Что где-то нам трешак нужен То есть мы хорошее не выкладываем А трешак мы обязательно льем То есть такого нет Да, и кто правильно понимает Например, ситуацию Они вникают И получается бесплатная реклама Я не знаю Звоним Вячеславу Олеговичу Сверкалину Генеральному директору Ниппан Карс Который мы выезжали Который пообещал перезвонить Решить вопрос клиента Но точно так же не перезвонил Я связался с менеджером Константином Константин мне клятвенно заверил Что машина вот в ход должна прийти на днях Они ее быстро реализуют И очень быстро, максимально быстро Вернут моему клиенту деньги Но Сам Сверкалин Ушел под корягу Общаться не хочет Нет ответа Поэтому Внимательно К этой организации Офиса они более не имеют Как видите Связь мы С этим автоцентром Который мы приехали Мы установили Потому что этот Константин Находится именно там Все что он там нам рассказывает Ну веры нет После того как Произошел очередной обман Вот Ну посмотрим Возможно они Деньги вернут В любом случае они деньги вернут Вопрос когда И потребуется ли Для этого обращение в суд Посмотрим Добрый вечер Игорь Владимирович Заканчивая видео по инкарсу Мы в конце что-то добавляем Пишем Вопрос решился как-то Привет Ну Не решилось Положительно пока Директор Который обещал Перезвонить на следующий день Он так и не перезвонил Я ему звонил Неоднократно Писал Он на связь не выходит То есть потерялся куда-то Менеджер Константин Он как бы на связи Но все равно Стрелки переводит На директора Типа я не знаю Решение за ним Машина пришла Вот Пришла не в той комплектации И в общем Мы решили следующее Что Еще раз повторно Посетим этот автосалон И там уже поговорим Уже более предметно Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова